всем привет дорогие друзья с вами крымский влог я артем лавриненко это наша очередная прогулка по окрестностям севастополя и сегодня мы с вами прогуляемся по территории балаклавы пройдемся собственно по ее набережной а также наша цель дойти до пляжа серебряный но если хватит времени тут идем еще до пляжа золотого посмотрим какие там последствия после урагана в общем как всегда будет интересно и полезно ну а пока не началось это видео традиционно прошу вас подписаться на канал поставить лайк и написать свой самый пламенный комментарий а также переходите в телеграм-канал потому что там все самое интересное про наш любимый крым и город герой севастополь ссылка в описании под этим роликом ну что ж друзья приятной нам прогулки начинаем ну что друзья начинается наша сегодняшняя прогулка с приятных видов на балаклавских медуз приплыли медузы видимо после шторма их сюда нагнал а потому что до этого их здесь не было ну что ресторан принц стоит на месте нерушимый не пострадал вообще в целом глядя на балаклаву можно сказать что здесь ничего не пострадал насколько я знаю несколько там понтонов или причала как это правильно называется их там несколько разорвало но вроде как ребята спасли вовремя отреагировали во время шторма потому что балаклавскую бухту конечно же не сильно качает это одна из самых тихих бухт одна из самых закрытых бухт хотя вот здесь вот немножечко плитку все-таки видите под разбила и насколько я знаю еще одну яхту оторвало и вынесла где-то на середину бухты тоже ребята ловили ее а так в принципе видно что последствий практически никаких ну что мы идем наверх а мы с вами идем кстати в сторону серебряного пляжа очень надеюсь туда попасть вы мы все видели тоже фотографии видео которые были опубликованы во всех чп крым чп севастополь в том числе я в telegram канале публиковал о том что был разбит мостик на большой севастопольской тропе которая собственно и вела к серебряному к золотому пляжу в урочище я язьма и пляжем инжира поэтому надеюсь что мы туда доберемся так ну что кинотеатр родина которая разбивает к сожалению не стихия как недавно комментарий прочитал объект охраняется объект разрушается объект находится под охраной нет объект находится под охраной государства и разрушается государством что-то вроде такого то есть как бы под охраной государства находится Но государство ничего не делает для того, чтобы его сохранить Честно говоря, не знают, что в такой жижи из медуз можно поймать кроме вот этого пакета Но забавно, что всегда возле рыбаков собираются самые главные персонажи балаклавы Это, конечно же, балаклавские коты Небольшой обзор с этой стороны на балаклаву Видите, я поднялся по этой лестнице Лестница, кстати, новодел сделана недавно Мне рассказали, что это сделал кто-то из местных людей Ну и видите, она потихонечку обветшала, к сожалению Вся практически разломалась Так, с той стороны находится сама бухта И наша тропа начинается вот отсюда Где начинается большая севастопольская тропа Кто не знает, это огромный такой маршрут Я не знаю, насколько он там, на неделю или на две Видите, вот он Начинается с балаклавы Здесь вся карта Пошел мыс Аякушкая Ласпи Форос Доходим до Кастрополя И пошли через горы Там, скорее всего, Шайтан Мердвен, наверное, через нее Через передовое И заканчивается маршрут аж в Любимовке Вот так вот Большой туристический маршрут Который насыщен, конечно же, природными достопримечательностями Поэтому, кто любитель рюкзака Любитель гулять Любитель жить в палатке Друзья, милости просим Маршрут абсолютно безопасный Проложены везде На маршруте стоят указатели Поэтому будет максимально интересно Так, на Чимбала мы не пойдем Мы их обойдем Пойдем немножечко Пройдем мимо них В прошлый раз И тот совсем недавно Уже гулял Поэтому Думаю, никто не обидится Друзья, ну что за вид, а? Картина маслом Каждый раз сюда Поднимаюсь И каждый раз Одни и те же Восторженные Такие яркие Насыщенные Чувства Честно, не могу насмотреться Даже не хочется идти дальше Вот здесь хочется остановиться Попить чайку Побыть Поговорить с вами Но понимаю, что нужно продолжать путь И впереди Конечно же Не менее красивейший вид С другой стороны Вот поэтому мне хочется Чтоб Балаклава поскорее преобразилась И стала действительно Межгалактическим туристическим кластером Когда там достроят эту марину Надеюсь Облагородят все Уберут весь этот Извините за выражение Сарач Все будет под одним каким-то Красивым дизайн-кодом И тогда действительно Каждый сможет приехать Насладиться И это уже действительно Будет какой-то Хоть и не любите вы Когда я так говорю Но действительно Какой-то крымская Монако Друзья Ну что А вот с этой стороны Такой вид Извиняюсь за задувающий ветер Но Надеюсь Он вам не помешает Насладиться Этим шикарным видом Урочище Аязьма И мыс Ая Все время прохожу здесь Надеюсь Такое интересное Это ваша Да Далеко идет Между пляжами Между пляжами Там где глина Всего доброго Всего доброго До свидания Сегодня везет Прям в выпуске На животные Друзья И бакланы И коза Ну козочка Прям похожа Обрыв Справа Поэтому Надо быть максимально Аккуратным Ветер дует Достаточно Сильный Порывистый Вот Здесь Самые страшные Участки пути Первый Мостик Здесь Обрыв Еще Ширик Включу Будет эффект Намного Лучше Вот Видите Первый Обрывчик Так Идем Дальше Вот Эта Вся порода Она очень опасная На самом деле И даже Сейчас Потому Что Все Влажное И Не дай бог Что-то там Нарушится И все Отсюда пойдет Посмотрите Как тропа Проходит Опасно Страшновато Немножко На самом деле Иду Вроде На видео Кажется Что такого Но на самом деле Очень страшно Видите Поставили табличку Написали Опасная зона Это отлично Это все Что мы можем делать Вставить таблички В последнее время Их очень много Ну и вот Наш любимый мостик Голубой Красивый Те кто смотрел Мы летний ролик Когда мы со Славой Ходили на Инжир И зимний Здесь конечно Была красота Можно было на нем Красиво Сфотографироваться Снять видео Внизу Конечно же Пропасть Поэтому мостик Очень помогал Очень Видите Там даже Кто-то замочки Уже начал цеплять Господи Влюбленные Но все Произошло Из-за того Что осыпались камни Вот поэтому я и говорю Что порода Это очень опасно Видите С той стороны Просто камни Сюда упали Очень жаль Конечно Пройти можно Конечно же Благодаря этим камням Которые держатся На этом мостике Поэтому Опасным он быть Не перестает Еще с этой стороны Посмотрим на мостик Поскорбим Внизу пропасть На самом деле Очень опасно Здесь проходить Друзья Вы должны каждый раз Как проходите Понимать Что все эти камни Держатся исключительно На этом мостике Поэтому лучше бы По крайней мере С детьми Я бы сюда точно Бы не шел Ну и не рекомендовал бы идти Проходить нужно Очень быстро Ловко Пару секунд И все Ты на месте Но мы отправляемся дальше Отправляемся К серебряному пляжу Пока Вот здесь тоже Видите Посыпало чуть-чуть Но здесь не сильно Небольшой Был камнепад Вот он Внизу находится Серебряный пляж Я вижу Что там уже Все в щепках Просто в щепках Друзья Сейчас Спустимся поближе Вы сами В этом убедитесь Но я вижу Что там Ничего не осталось От инфраструктуры Которая там была Это конечно же Очень жаль Опережая комментарии Тех людей Которые напишут Так и надо Море там Забрало То что ему мешало И все остальное Друзья Ну на самом деле Для меня это всегда Печальные новости Потому что Благоустройство пляжей Ну по крайней мере Современное Я не говорю Про то благоустройство Которое было Там в 90-х Вот эти все Ларьки на море Страшные Там Ржавые Какие-то Непонятные Которые были Поставлены в 90-х Каким образом Хрен пойми Естественно Об этом я не печалюсь Но когда действительно Кто-то берет В аренду пляж Берет какой-то Арендатор Да Оператор пляжа Берет Обустраивает его Полностью за свой счет Делает все В одном стиле Там туалеты Раздевалки Поилки Ногомойники Лежаки Грибки И так далее Когда все это Выглядит естественно Красиво Да Потому что вот у нас Есть такие пляжи Как Массандра Новофедоровка Вот в Орловке Был такой пляж Красиво обустроенный Которого К сожалению Ну пока нет Наверное ребята Все-таки Восстановят Вот То мне на самом деле Приятно за эти пляжи Да То есть И когда естественно Случается такая беда То естественно Кроме как соболезнования Больше ничего не скажут Здрасте Вот И как многие говорят Что должны быть чисто Там ничего не должно быть Ребят Есть у нас полно Диких пляжей Возьмем И на самом деле Примеры Диких пляжей Они на самом деле Не очень вообще Как бы Хорошие Да По крайней мере Давайте возьмем пляж Беляус Кто был там Этим летом Вот кто был Напишите пожалуйста В комментарии Какие вас Переполняли эмоции Все ли вам понравилось Вот он Абсолютно Не охраняется Он ни у кого в аренде Там нет никаких Новоделов Нет никаких Новостроев Кафешек Переодевалок Раздевалок Да То есть Киосков Ничего абсолютно нет Вот Кто был там Напишите пожалуйста В комментарии Вот что вы там видели Я был там В этом году Мы оставались там На ночь С друзьями Мы искали место В маслинах Друзья Вы не представляете Там в маслинах Но Казалось бы Да Деревья Да Там идет Лесополоса Маслин Там в маслинах Там не то Что там Где-то палатку Поставить негде Там Ну просто Пройти негде Потому что Все Извините Меня превращено В туалет Вокруг Какашки Вокруг Салфетки Одноразовые Неодноразовые Туалетная бумага И так далее Место найти Нереально То же самое На песке Привозят Вот эти Автономные Туалеты Знаете Типа палатки Ставят Выкапывают Ямку И то же самое Ходят в туалет Все абсолютно Загажено Поэтому На самом деле Пример Не особо Хороший Поэтому я на самом деле Радуюсь Когда У нас Есть Обустроенные Пляжи Когда Какой-то Оператор Берет его Обустраивает В одном Стиле Мне на самом деле Приятно И глазу И эстетически Удобно И с детьми Можно приехать Не переживая Что там И детские площадки Какие-то Развлекательные Есть Бесплатные Горки И все остальное Я только За это Поэтому Конечно Когда я вижу Такую разруху В Орловке То Конечно же Мне хочется Высказать Только соболезнования Этому оператору Потому что Я понимаю Какой это труд И какой труд Сейчас нужно будет Уложить Понятно Сейчас кстати Сегодня сказали Что Ущерб Вроде как В районе Там 700-800 миллионов Вот И вроде бы Всем Возместят Ну На ремонт Поэтому Если возместят То Это класс Если ребята Вернут то что было Ребята молодцы Я не говорю Там про Качинские Фавелы Понятно Это все из 90-х Там Каким образом Понятно Это строилось На взятках На коррупции И все остальное То есть Это плохо Я согласен Но Когда вот такие Вот моменты Происходят Действительно Когда человеку Приятно приезжать По крайней мере Люди Те которые Приезжают С материка И видят Вот такие Оборудованные Пляжи Классные Я думаю Им только Им только За здрасте Никто потом Не скажет Что у нас Крым какой-то Не такой И все остальное Хотя Крым у нас Про походы Про горы Про дикие Воды Но все равно Круто Когда есть Оборудованный Пляж Поэтому Я надеюсь Вы меня поддерживаете В этом вопросе Все Поэтому Идем Смотреть Серебряный Пляж Начал Спуск Серебряному Пляжу Видите Здесь спуск Идет через Можжевеловую Рощу Друзья И просто Хотел вам Сказать Прогулки Тропа Прогулки Прогулки Идет по верху Достаточно Ровно Поэтому Даже Даже тем Кому Сложно Просто ходить По горам Друзья Всем рекомендую Сюда Прогулку Вы Думаю Думаю Блин Смотрю Все Зеленое На картинке Думаю Как зеленое Здесь должны Лиственные Быть деревья Точно Смотрю Дубы И они И они Зеленые Вот так Вот такое Вот такая вот Зима В Крыму Мы практически Уцели И здесь Стихия Просто Не стихает Не успокаивается Посмотрите На эти волны Шикарные Сколько Дерево Здесь лежит Вот это Собственно Все Последствия Все Что было Сделано Все Конечно же Разрушено И полностью Уничтожено Полностью Друзья Потому что Здесь Заливала Волна Просто До краев Не знаю Как вот это дерево Не обвалилось Оно просто Висит на крае Ну пойдем дальше На пляж Я вижу там Что есть Ребята Какие-то Спросим у них Что тут И как Господи Ну все Здесь В принципе Я не помню Чтобы здесь Прямо Что-то было Какая-то Колоссальная Застройка То есть Были какие-то Строения Небольшие Деревянные Опять же Ого Просто посмотрите На это Друзья Просто посмотрите Вот сидит Парень С рюкзаком Здесь Все Все В перемешку Газовые Баллоны Смотрите Видите Газовый Баллон Круги Спасательные Леса Все 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 Друзья Все Это Итог Разрушительного Урагана Полностью Вся инфраструктура Пляжа Уничтожена Хотя Еще раз Повторюсь Что здесь И так В принципе Было Немного Здесь Насколько Я помню Там Было Одно Кафе Какой-то Стоял Такой Помост Там Дискотека Была Вечером Было Было По-моему Несколько Переодевалок Туалет И По-моему Какой-то Киоск Ничего Такого Не было Немного Было Настроено Но Все Уничтожно Конечно Волна Красивая Здесь Вообще Пляж Очень Здесь Красивый Друзья Очень Посмотрите Какая Волна До сих Не Прекращается Одна За Одной Идет Друзья Просто Груда Дерево Груда Мусора Баллонов Я не знаю Что тут Только нет Какой-то Метал Тапочки Спасательные Круги Три Как минимум Три Газовых Баллона Здесь Начитал Надеюсь Что Не взорвутся Прям Сейчас Не Сдетонируем Как-то Как-то Иду Здесь Сейчас Через Это Все Главное Блин Не упасть Ой Не Не Совсем Безопасно Ничего Поделать Леса С этой Стороны Вот так Все Выглядит Все Все Под Ноль Уничтожено Волна Конечно Сегодня Шикарная Слава Богу Не такая Как В те Дни Но Достаточно Красиво Да Я здесь Был Зимой По-моему Здесь На самом Деле Было Так Красиво Друзья Просто Красивейся Пляж Одно Из Самых Красивых Красивых Мест Крыму Ой Посмотрите На Эту Красоту Это Очень Красиво Уцелела Бочка Уцелели Какие-то Провода Сейчас Туда Поближе К ребятам Подойдем Спросим Как у них Дела В целом Сейчас Хочу Сюда Залез Здесь Так Понимаю Была Вышка Спасателя Которой Уже Практически Нет Но Все Рано Вид Отсюда Должен Быть Очень Красив Ух Посмотрите Еще И какая Волна Идет Сюда Просто Класс Ну давайте Покажу Обратную Сторону Собственно Все Те Доски Вот Видите Они Аккуратненько Сложены Вот Там В Углу Возле Которых Мы Только Что С вами Были Все Там Лежит Такой Как Будто Шторм Продолжает Волна Бьет Волна Очень На самом деле Красивая Здесь С этой стороны Видите Щит Я надеюсь Что он Обесточен Щит Кстати Уцелел Уцелела Бочка Вот Эта Вот Водяная Здесь Даже Сап Видимо Где-то В каких-то Сыраюшках Был И Его Тут Прижало Придавило Хороший Сап Такая Вещь Хорошая Ну Его Порвало Там С той Стороны Ну Короче Вот Так Вот Здесь Хлам Друзья В общем Серебряный Пляж Конечно Же Уничтожен Пострадал Он Очень Сильно Волны Здесь Наверное Одни Из самых Больших Были Здесь Открытое Море Вы Видите Даже Сейчас Небольшой Ветерок А волна Посмотрите Какая Огромная Просто Огроменная Я Кстати На этом Камушке Стоял Ну Вот Так Ладно Сейчас Поднимемся Наверх Пройдемся Еще В сторону Золотого Пляжа Посмотрим Как Там Дела Возможно Спускаться Не будем Посмотрим На него Сверху Потому что Я думаю Там Смотреть Особо Смысла Ничего Нет Там Приблизительно Такая Ситуация Потому что Там Береговой Линии На самом Деле Еще Даже Меньше Чем Здесь На Серебряном Поэтому Там Ребята Городили Какие Потому что Там В основном Камни Все Пойдем Туда Смотрите Иду По Тропе Смотрю Здесь Лежат Поваленные Деревья Поднимаю Вверх Потом Смотрите Там Их Целая Грядка Вот Это Прям Какая Траншея Такая Из Деревьев Такой Как будто Какой-то Огромный Валун Здесь Просто Прокатился И Действительно Смотрю Вниз Смотрите Здесь Он Отбил Вот Такую Яму Один Камень Видите Маленький Лежит Но От Него Наш Герой Вот Он Виде Где Остановился Вот Этот Парень Завалил Целую Грядку Дуб Подходим К Одному Из Красивейших Мест К Одной Из Самых Красивых Обзорных Площадок Друзья В этом Месте Посмотрите Какая Красивая Сосна Останкевича Огромная Здесь На самом деле Очень Много Все Раскрутут В скалах Друзья Ну просто Посмотрите На Этот Вид Вот Это Место Я Называю Балаклавский Мыс Хамелеон Он Очень Похож На него В принципе Похож На породу Ну и Конечно Его Точно Так же Постоянно Подмывает Размывает И Он Наверное Тоже Исчезать Кстати На Хамелеоне Я еще Не был Если Хотите Видеть Ролик Оттуда Обязательно Пишите В комментариях Друзья Есть В планах Туда Прокатиться Есть В планах Съездить И Показать Ну что Пойдем Здесь Конечно Же Может Задувать Но Она Того Стоит Включу Широкоформат На съемку Для Большего Ощущения Посмотрите На эти Скаты На эти Размывы Идем Вперед На край На край Земли Это Можно сказать Середина Пути На самом деле Между Балаклавой И собственно Мысом И я Так Очень хочу Чтобы меня было Слышно Посмотрите Какая красота Здесь Буквально Наверное Несколько Ну Наверное Километр Остается До Пляжа Инжир Его уже Отсюда Видно Видно Даже Попу Давайте Поближе Сделаю Вот так Точно Можно Рассмотреть Вон Видите Камушек Это Пляж Жопка Жопка Попка Жопа Как-то Грубо Не хочется Так Говорить Красоты Здесь Конечно Неповторимые Посмотрите Просто Фантастика Пойдем Спустимся Ниже Подойдем К обрыву Как Как вам Друзья Вот С той стороны Мы пришли Тут Даже Видно Даже Краешек Башни Чимбала Вот 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 А Вот Буквально За Вот Этой Рощей Находится Собственно Серебряный Пляж Где Мы С вами Только Что Были Гора Матилина За Которой Находится Пляж Василий К сожалению Его Не Видно Пляж Василий Уже Второй Год Не Работает Поэтому Смысла Нет Туда Ходить Я Буквально Перед Летом Ходил Туда Из Инфраструктуры Там Практически Ничего Не Осталось Посмотрите Какая Красота Здесь Вот Это Расщелина Намытая Конечно Просто Шикарная Все Это Естественно Сделано Дождем Водой И Вот Буквально За ней Находится Вот Здесь Видно Краешек Краешек Золотого Пляжа Сейчас Пройдем Чуть Чуть Дальше С той Стороны Его Будет Видно Вот Отсюда Уже Видно Золотой Не осталось Но Все Рано Пойдем Вниз До Заката Еще Полчаса Времени Полно Пойдем Банда Посидим Проведем Закат И Пойдем Обратно Вот Оттуда Сверху Я Так Что Спустился Вот Здесь Вот Прям В Щели Видимо Накатана Дорожка Ребята Видимо На Эндуро Катается Ну И Есть Собственно Тропинка Для Пешеходов Ну И Ребята Только Что Поднимали Сказали Вот Здесь Будет Лучше Всего Спуститься Потому Что С той Стороны Говорят Не Совсем Удобно Грязь После Дождя Кроссовки Все Грязные Надеюсь Сейчас Дойдем Быстренько До Золотого Пляжа И Пойдем Обратно Потому Что Я посмотрел Такой Думаю Как Обратно Ити Как Обратно Не Потерять Эту Собственную Дорожку Вот И Собственно Сам Мыс Этот Хамелеон Возле Которого Мы С вами Были Нам То Всего Лишь Надо Глянуть На Золотой Пляж И На Последствия Его Разрушений Там Какие То Признаки Жизни Видите Палатка Какая Что То Там Так Честно говоря Не знаю Куда Ведет Эта Тропа Очень Много Маленьких Тропок Всяких Натоптанных Непонятно Кем То ли Людьми То ли Козами Опять Тут Признаки Эндуро Да Мне По всей Видимости Надо было Ниже Спускаться Ладно Мы посмотрим Что с этой Стороны Тут Куда То Ведет Тропа Идем По краю В таких Местах Когда Встречаешь Людей Как-то Радостно На душе Становится Ну пока Я их Вообще Не вижу Наверху Было Пара Тройка Человек Ага Вот так Мы к чему-то Жилье Пришли Никого Нет Эй Есть Кто Что-то Жилье Друзья Полностью Заброшено Те Не думаю Ребята Скорее всего Просто ушли Наверное Какуда-то На время Даже Забор У них Тут есть Удивительно Флаг Вот видите Чей-то Лагерь Ну да Ребята Видимо На крылье Куда-то Ушли Общая Картинка Вот так Место На самом деле Очень красиво У них Тут своя Обзорная Площадка Нам совсем чуть-чуть Осталось Для того Чтобы увидеть Золотой пляж На самом деле Видите Уже закат Потихоньку Собирается Вот Вот там Вот Видно Уже Там Белая кабина Стоит Это вот И тоже Щепки Там Везде Валяются Цель Достигнута Вот они Берега Золотого Пляжа Вон Камни Которые Были Покрашены Золотую Краску Все Это Конечно Здесь Можно Наблюдать Опасно Так Стоять На самом Деле Смотрите Грунт Просто 6 секунд И обвалится Но Как видите От золотого Пляжа Ну вернее Тех построек Которые здесь Были Ничего Абсолютно Не осталось А их здесь Было Достаточно Много Сейчас Поставлю Короткий Ролик Посмотрите Друзья Как это Было Ну я Надеюсь Вы увидели Какой силы Была Ударная Волна Тут Ничего Не могло Выжить Просто Не оставило Шансов Абсолютно Ничему Вот такие Дела Друзья Ну что С этой Стороны Закат Закат Как видите Не такой Как мы Любим Уходит В тучи На горизонте Но Все равно Друзья Надеюсь Надеюсь Вам понравилась Сегодняшняя Наша Прогулка Я буду Пить чай Сейчас Наверное Попью Чай Полюбуюсь Мысом А я И буду Отправляться Обратно Честно говоря Не хочу По теме Не идти Тропу Вообще Я тут Просто Пролез Какими-то Окольными Путями Как я это Сделал Не знаю Поэтому Сейчас Пока светло Буду искать Обратный Путь Все Я вас Нежно Обнимаю До хруста До встречи В новых Роликах Друзья Всем пока Субтитры 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 Субтитры